В эфире о земном и небесном. Здравствуйте! 22 июня – дата начала Великой Отечественной войны, самой жестокой и кровопролитной в истории человечества. А еще именно в этот день, в 1812-м, буквально перед тем, как напасть на Россию, Наполеон сделал воззвание в начале Второй Польской войны. О войнах и исторических параллелях поговорим с предсекретарем Бедегорской епархии, протеиреем Михаилом Самохиным. Здравствуйте, отец Михаил! Здравствуйте, Маргарита, дорогие братья и сестры! Отец Михаил, почему вторжение в Россию Наполеон назвал Второй Польской войной? В продолжении того воззвания, которое вы начали цитировать к своей армии, Наполеон говорит, что Первая Польская война завершилась Тильзитским мирным договором. И на самом деле, изначальной целью вот этой армии дванадесяти языков, двенадцати народов, вторгавшейся на территорию Российской империи, было, собственно говоря, принуждение России к выполнению условий Тильзитского мирного договора 1807 года. Небольшой экскурс в историю. В 1799 году, после итогов Великой Французской эволюции, к власти приходит Наполеон Бонапарт. И уже в 1803 году он начинает серию так называемых наполеоновских войн, продолжавшихся до 1809 года включительно. Если коротко говорить, это было несколько войн, там Третья коалиция, Четвертая коалиция, Пятая коалиция. И основным противником Франции, Наполеоновской империи в это время, была Британия. Британия подвергалась континентальной блокаде. И задачей вот этой вот войны, которая закончилась в 1807 году Тильзитским мирным договором, было включение России в континентальную блокаду Британии. И император Александр вынужден был подписать такое меморандум, условия мирного договора, обязывающие ее соблюдать, эту континентальную блокаду. Однако эта блокада наносила как раз-таки больше всего ущерба экономического именно России, ну и Британии, понятно. И в 1810 году Российская империя вышла из континентальной блокады. До этого так полуподпольным образом, как это нынче принято говорить, через дружественные юрисдикции осуществляли какие-то поставки. А потом просто напрямую в 1810 году Российская империя выходит из континентальной блокады. И вот Наполеон видит свою тактическую задачу, своей такой короткой, как он думает, войны, дойти до Смоленска, возродить Великое княжество Литовское, которое, напомню, существовало наравне, параллельно с Московской Русью, вплоть до начала бытования Российской империи практически. Ну, то есть очень долгое время, фактически все Средневековье. И задача была именно побудить, заставить, принудить Россию вернуться к континентальной блокаде Британии. Но ведь наполеоновским планом одержаться над Россией и Блиц Победу буквально за пару сражений не суждено было сбыться. Давайте вспомним почему. Ну, о причинах историки спорят до сих пор, причем чем дальше, тем больше. На самом деле причин множество. Это такое сочетание, комплекс целых причин. Во-первых, надо сказать, что война длилась на самом деле недолго. В июне 1812 года армия в составе примерно 400 тысяч человек, основных войск, а в совокупности около 650 тысяч человек, заходит на территорию России, переходит Березину и Неман. И к декабрю 1812, то есть в сентябре они уже в Москве, пять недель оккупации Москвы до середины октября. И затем они в декабре уже выходят за территорию России. То есть это была действительно не очень длительная на территории России война. Но категорически шла, конечно, не по планам Наполеон. Наполеон жаждал генерального сражения. Как писал наш известный историк этой эпохи, Евгений Торле, советский историк, который занимался как раз с периодом наполеоновских войн, он жаждал генерального сражения, он очень хотел этого сражения. Он в одной битве под Смоленском победил даже. И надеялся, что вот здесь у нас становится в Вильно, там будет зимняя квартира, а в Смоленске будет заключен какой-то мир, потому что он вообще дальше Смоленска не сильно планировал идти. И все базы, и все снабжение было рассчитано на то, чтобы дойти до Смоленска и здесь остановиться. А русская армия не давала этого генерального сражения. Две армии, Багратиона и Барклая-де-Толли, в разных местах находясь, одна прикрывала столицу чуть севернее, столицей, напомню, тогда был Петербург, не Москва. Другая как раз по центру противостояла наполеоновским силам. И они какое-то время просто уходили от сражения. И более того, я вам скажу, что Барклай-де-Толли, командующий одной из русских армий, он поддерживал Кутузова и даже до Кутузова самого уклонялся, всячески уклонялся от генерального сражения, потому что понимал, что в этом сражении российской армии будет очень сложно победить Наполеона, который славился прежде всего своими кавалерийскими частями и артиллерией. Сам Наполеон, напомню, по воинской специальности артиллерист, и он понимал прекрасно роль артиллерии в войне того времени. И использовал артиллерию и кавалерию максимально лучшим образом. И вот русские генералы, а русским мы называем всех командующих, и Петра Багратиона, который грузинский князь, и Барклай-де-Толли, называем русским генералом, и начальника штаба Бенниксона мы называем русским генералом, они были вынуждены в первое время, просто вынуждены не давать этого генерального сражения. Ну и дальше у Наполеона боролись две целесообразности. Политическая, которая говорила, что нужно остановиться, начинать переговоры, и добиваться своей цели, то есть той цели, которую он декларировал, и военная цель, которая говорила, что нужно все-таки дать это генеральное сражение, нужно угрозу не ликвидировать, нужно догнать русские войска, нужно их нагнать, нужно их окончательно разбить, потому что он понимал, что окончательно он, конечно, под Смоленском, да и под Бородино русскую армию не разбил. И вот то, что он вообще дошел до Бородино, это была, конечно, военная, наверное, целесообразность, но политическая ошибка. Ведь многие историки считают, что именно Бородинское сражение стало переломным моментом. Это скорее поздний взгляд на событие, который создал историю войны 12-го года, как войну именно 12-го года, тогда как война, на самом деле, начавшись в 12-м году, продолжалась до 1814 года, когда русская армия вошла в Париж и подарила Парижу слово «Бестро». И Бородинское сражение, конечно, рассматривалось в советскую эпоху как отдельное центральное сражение кампании 1812 года. И вообще русские историки больше любят войну 12-го года, чем войну 12-го-14-го. Хотя достижений в 13-м-14-м годах, территориальных достижений, военных достижений было не меньше, если не больше, чем в 1812-м. Но вот так исторически сложилось, что для нас важнее, конечно, была кампания, которая проходила на нашей территории. И в этом я бы сказал, что есть две крупные битвы, которые оказали значительное влияние. Это Бородино и Малоярославец. И причем Малоярославец, может быть, даже большее влияние оказал. Потому что к моменту тому, как наполеоновские войска подошли под Бородино, как считается, Наполеон все-таки победил русскую армию. Они так считают. Мы считаем, что это была ничья, потому что армию разгромить не удалось. Но самое главное, наполеоновская армия оказалась фактически отрезанной от своих путей снабжения. То есть они как снабжались? Они грабили местное население. Наше местное население, во-первых, грабить себя особенно не сильно позволяло, просто разбегаясь по лесам и угоняя скот. И все остальное унося и уводя, все, что можно унести и увезти. Во-вторых, Москву перед тем, как сдать генерал Ростопчин, военный комендант Москвы, просто сжег. И на самом деле одна из главных проблем наполеоновской армии была в том, что к октябрю 1812 года в Москве, где он сидел и ждал, когда же ему предложат почетный мир, он же победил, он же Москву занял. Ну где же почетный мир? А русский говорит, не, мы готовы всю зиму сражаться, нам-то что, собственно говоря, мы сейчас тут это тебя, тут тебя мы и прибьем. Морозом любили очень и Гитлер, и Наполеон оправдывать свои поражения. Но и существуют статистические данные, французской, кстати, стороны, о том, что наибольшее количество потерь французские войска получили как раз таки летом и осенью 1812 года. Во-первых, из-за боевых потерь, во-вторых, из-за потерь, не поверите, в попытки снабдить армию. Как они снабжали? Грабили окружающее население, фуражеры так называемые были. Они ходили, небольшие воинские команды, пытались ограбить пропитание. Но это не получалось. Они создали такую тактику выжженной земли. Кстати, Наполеон один из первых был ее применителем в Европе 19 века. И почему, собственно говоря, Малый Ярославец был так важен? Не дали в Малороссию уйти наполеоновским войскам под Малый Ярославцем и вернули его на старую Смоленскую дорогу. То есть вернули его туда, где он сам же все разграбил, все спожег, все выгреб, все, что мог вылезти. А самая главная проблема – у него не оставалось кавалерии. Лошадей попросту, которые не пали на грунтовых дорогах, превратившиеся в осенние болота и зимнюю распутицу, лошадей просто съели, потому что есть было нечего. К такому плечу снабжения, как от западной границы до Москвы, наполеоновская армия оказалась не готова. Ну и тут же наши партизаны. Слово «партизан» появилось именно тогда. Но партизаны, мы думаем, что это мужики и бабы с вилами в тулупах, которые гнали их французских солдат. Нет, эти люди тоже были, но назывались по-другому. А основные партизаны – это Орлов, Василий Орлов, это Денис Давыдов, это атаман Платов с казаками. Вот это части регулярной армии, которые проводили кавалерийские рейды по тылам и гоняли вот эти фуражерские команды и наносили серьезную щерпобозам, которые просто не давали французской армии нормальное, извините, есть. Ни лошадям, ни людям. Но люди голодные, естественно, съедали лошадей. Отец Михаил, ну хочется поговорить об исторических параллелях. Ведь для Гитлера вот этот разгром французов российскими войсками на их территории уроком никак не послужил. Удивительно, что при разработке плана Барбаросса та же самая маниакальная идея Блицкрига была в голове и у Гитлера. Хотя история Наполеона вроде бы была перед глазами. И почему ветеран Первой мировой войны Гитлер не смог, и его офицеры, которые, собственно, тоже имели боевой опыт Первой мировой, не смог понять, что эти же факторы окажут воздействие и на его кампанию, решили немцы, что все очень просто. У нас есть автомобили, у нас есть мотоциклы, у нас есть железные дороги, которые позволят нам справиться с русской распутицей. А ведь напали в тех же числах. Совпадение это? Нет, это военно-техническая тактика. Лето – самое удобное время для продвижения по пересеченной местности, каких бы то ни было войск. Все наступления бывают обычно, когда весна, лето. Крайне редко кто наступает осенью и зимой. И, кстати, наши советские войска в ходе Великой Отечественной войны показали уникальные примеры зимних наступлений и контрнаступлений. Это вообще было новым словом в военной классической науке, потому что раньше так не делали, а наши люди смогли. Отец Михаил, ну вот невозможно тут не зацепиться за цифру 22 с точки зрения нумерологии. Это вот какая-то особая дата, которая имеет глубокое духовное значение, какой-то символизм. Православная церковь это, наверное, все отрицает? Конечно. Мы категорически против нумерологии. Нумерологию воспринимает Каббала как часть мистического современного иудаизма. Русская православная церковь считает, что не число управляют людьми. Управляет людьми Господь Бог в той степени, в которой свобода воли человека позволяет ему действовать свободно Богу. То есть Господь в сработничестве с человеком управляет этим миром, а иногда и побуждая человека делать то, что он делает. Надо сказать, что вот в Первой и Второй Великих Отечественных войнах, хотя надо сказать правду, что Второй Отечественной войной называли Первую мировую в свое время еще. То есть получается, что Третья Отечественная война, наша самая последняя, самая кровопролитная, самая длительная. Последняя ли? Не знаю. Надеюсь, что последняя. Но, по крайней мере, есть надежда, что после выступлений современных нашего руководителя все-таки это не перейдет определенные границы. И останется с нашей стороны, по крайней мере, специальные военные операции. Но, во всяком случае, вот эти войны были общими в чем? Люди, и, кстати, в чем эта общность современной ситуации? Люди объединяются вокруг необходимости победить. Люди понимают, что кроме победы нет другого выбора. И вот это объединение такой красной нитью проходит и через историю наполеоновского времени, и через советскую историю, и вплоть до современности. И вот чем ближе мы к этому пониманию, тем более нам на пользу будут воспоминания об исторических датах. И больше у нас будет будущего. Я благодарю вас, отец Михаил. Это была программа «О земном и небесном». До встречи через неделю. Всего вам доброго. До свидания.